Времена египетских фараонов и османские традиции. В них черпает вдохновение Азаф Ахми – египетский дизайнер ювелирных украшений, одна из известнейших на Ближнем Востоке. В этом году она празднует 50-летие своей карьеры. В честь юбилея коллекции её уникальных изделий путешествуют по миру. Сейчас она представлена в лондонском универмаге Херетс. «Я училась на ювелире в Лондоне. Он для меня особенный, потому что дал мне очень многое знания, образования. Я здесь бывала в музеях и галереях, видела всех новых дизайнеров». Фахми также училась ювелирному делу прямо на Каирском рынке, у местных мастеров. В те годы она стала первой египтянкой-ювелиром. Говорит, один из секретов её успехов в том, что она заняла свободную нишу. «В то время на наших рынках продавали французские либо другие европейские бренды, либо традиционные украшения кочевников и ничего промежуточного. Поэтому, когда кто-то создает что-то новое, удивительное, напоминающее об украшениях мам и бабушек, это обращает на себя внимание и побуждает надевать такие драгоценности». Две дочери Фахми пошли по стопам мамы и работают в её компании. Благодаря их свежему взгляду на дело, семейный бизнес расширился. «Я хотела создать организацию, выходящую за пределы Египта. У нас было примерно 20 сотрудников. Теперь наша команда состоит из 250 человек. У нас было несколько магазинов, а сейчас их два десятка, и работают они по всему миру». Компания Азаф Ахми сотрудничает с известными модельерами, а её украшения носят такие знаменитости, как певица Риана и королева Иордании Ранья Аль-Абдулла. «То, что Азаф Ахми смогла сделать за 50 лет, позволило ей выжить, развиваться, процветать, достигнуть Лондона и войти в международное сообщество дизайнеров. Она всегда находила новое вдохновение, новые источники и новые дизайны». Фахми также открыла в Каире студию дизайнов, в которой студенты обучаются всем тонкостям ювелирного дела. Выставка в Лондоне продлится месяц.